Какие вы знаете виды котлет? Жареные на пару с мясом овощные, но сегодня мы приготовим то, о чем вы наверное и подумать не могли, даже я не мог подумать, но Юлия Борисова утверждает, натуропат, что это вкусные котлеты, котлеты из травы. Как такое может быть и из чего они готовятся? Мы будем готовить наши зеленые котлеты из таких вот прекрасных листиков. Это что такое? Это мангольд. Он похож очень на лист свеклы, очень похож, но у него нету корнеплода и листья содержат просто огромнейшее количество микроэлементов, белка, железа. Попробуйте, можно и так есть, можно резать в салаты. Интересно, вкус такой кисленький. Мы уже измельчили эти листья, всего-то надо, яйца, мука, соль, перец. Дома сырых яйца, да? Да. Сначала мы немножко пожмем, берем зеленую соль, нашу любимую, соль с травами. Помять листья, чтобы они пустили сок. И перемешиваем. Все на глазок. Как чувствуется, да? Да, я всегда готовлю как чувствуется. По времени пищи приготовления не засекаю, только по запаху определяю, готова пища или нет. Интересно. Да. Я думаю, что многим после ковида будет сложновато с этим справиться. Кстати, если после ковида будут употреблять овощи как раз и травы, то быстро все восстанавливается. Обоняние. Обоняние, конечно. Это же зелень, это же энергия солнца. Это сразу. Организм не тратит энергию на переваривание, а организм сразу усваивает эту энергию, и люди творят уже подвиги. Так. Здесь какая-то мука еще, да, у нас? Да. Дальше у нас идет мука. Необычная тоже какая-то. Пшеничная, но цельнозерновая. Очень крупный помол. Обычно люди употребляют муку высшего сорта. Но это же зерно уже без оболочки. Это совершенно бедное зерно, без витаминов, без микроэлементов. Один крахмал там. А здесь ты получаешь клетчатку, витамины и микроэлементы. Здесь получается польза. И для большей полезности и аромата, конечно же, надо добавить чеснок. Все. Осталось нам это только пожарить. А лепить? Это не лепится? Мы не будем лепить, мы прям ложкой будем выкладывать на сковородку. Мы будем жарить на кокосовом масле. Это самое полезное масло для жарки. Так. У него высокое... Его наверняка можно опять есть просто так, да? Да, его можно есть просто так, он пахнет... Это свежевыжатое кокосовое масло. Ого! Да. Так хочется сделать вот так вот. Да, пожалуйста. Очень полезно. И вот так сыром есть. Интересно. Ой, сколько кокоса. Сразу во рту. На сковородку. Берем ложку и вот так вот формируем примерно такую вот котлетку. Ой, как запахло. Необычно, прямо, прям очень. Так, а можно я тоже попробую? Да, конечно. Чтобы уж одна моя была. Вот так вот выкладываю. Угу. Оп-оп-оп-оп. Как-то так? Да, прекрасно. Как понять, что пора переворачивать? Мне интересно. Тоже как бы вот по ощущениям? По ощущениям. Ну, мы увидим снизу, что такая небольшая корочка образовывается. Чтобы они были уже... Зацепляли, чтобы возможно их было перевернуть. Переворачиваем. Ну что, как и дрова в нашем камине, я сгораю от терпения. Чтобы попробовать зеленые котлеты из... Монгольда. Травы, да. Вкусно пахнет. Пахнет хорошо. Юля порекомендовала употреблять это с... Кисло-сладкий соус из коржовника. Ммм. Так, ладно, макаем. Нажимаю котлетку. Слушайте, реально, первые секунды кажется, что это мясо. То есть, очень по консистенции и по текстуре котлета напоминает мясную. То есть, обычный фарш. По вкусу, конечно, немножко другая. Если бы мне дали это с закрытыми глазами... И спросили, из какого мяса, я бы серьезно сказал, куриный фарш. Вот серьезно, нежнейший куриный фарш. Вот такое ощущение. Круто. Ну, это невероятно, что чудеса просто творятся у нас сегодня на кухне. И этих волшебств я желаю вам всем испытать. Приятного аппетита и хорошего дня. Будьте здоровы.